МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Казупица, министр строительства Красноярского края. Имеет два высших образования. Окончил Сибирскую государственную геодезическую академию и Сибирскую академию государственной службы при президенте России. Основные этапы профессионального пути. Инженер Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. Заместитель, а позже директор земельной кадастровой палаты по Красноярскому краю. Начальник управления картографией и инфраструктуры Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии. С 1 января 2018 года министр строительства Красноярского края. Сергей Андреевич, для записи программы «Место силы» вы выбрали вот это место, район Часовник. Почему? Наверное, прежде всего потому, что для меня конкретного места силы в нашем городе не существует. Я живу в этом городе всю свою жизнь, поэтому выбрал такое место, откуда, в общем-то, видны те места, которые имеют для меня особое значение. Можно их называть местами силы или нет, но тем не менее. Прямо напротив нас микрорайон Пашиной, на котором я прожил большую часть своей жизни. Заповедник Столбы, где я в юности лазил по скалам. Торгашинский хребет, где я лазил по пещерам. Там кластер Сопка виднеется, который мы готовили к универсиаде достаточно серьезно. Поэтому весь город для меня таким местом силы и является. Архитектура – это, наверное, то, что остается дольше всего в памяти о каком-то поколении, времени. Что останется после нас, если говорить об архитектуре, о строительстве, на ваш взгляд? Я думаю, что прежде всего это, конечно, останутся те объекты универсиады, которые мы строили для этих студенческих игр. Их достаточно много в городе Красноярске. Вот это действительно те объекты, за которые не стыдно перед будущими поколениями. И они такими для нас, для всех, наверное, кто в этой подготовке непосредственно участвовал, они такими являются веховыми в жизни, потому что это действительно была очень сложная, очень тяжелая работа, которая завершилась с тем результатом, который, в общем-то, все от нас и ожидали. Вот вы сейчас каким чувством проезжаете мимо этих объектов, зная, как это все создавалось, сколько усилий было затрачено? Без лишней скромности скажу, что и с чувством внутренней гордости какой-то за то, что я вот в той замечательной команде, в которой мы это делали, был не последним звеном в этой цепочке, которая позволила, в общем-то, их построить и эти игры провести. Поэтому для меня, в моей жизни, это такой, наверное, самый веховый этап, который участие в таком процессе, это действительно очень важно. Если говорить о строительстве, строительство что это для вас? Работа, призвание? Строительство – это настолько всеобъемлющее понятие, которое включает в себе массу процессов, массу специальностей, массу специализаций, которые фактически весь этот огромный комплекс составляет. Я по образованию геодезист, инженер-геодезист. То есть я начинал свою трудовую деятельность. Вот здесь за горочкой не видно, но тем не менее на перекрестке свободного и МРЧК отрезка инженерно-строительных изысканий, куда я пришел молодым специалистом. Любая стройка начинается с изысканий. То есть для того, чтобы понять, можно ли там и какой объект построить, необходимо выполнить целый комплекс работы, и топографическую съемку, и геологические изыскания, и геофизические, и так далее, и так далее. Вот этим я в первый период своей трудовой деятельности и занимался достаточно долго, порядка 10-12 лет. Потом идет проектирование. Проектировщики на материалах изыскания уже непосредственно создают прообраз объекток, которые потом строители воплощают уже в жизнь. Поэтому на самом деле, если говорить о строительном комплексе края, вот просто представить, да, это порядка 80 тысяч человек. Результатом деятельности всех этих людей является то, что мы видим. То есть то, что видят люди по окончании, появляются какие-то объекты, неважно, живые ли это дома, либо это спортивные, культурные школы, детские сады, больницы и так далее. Вы знаете строительную отрасль со всех сторон, начиная с геодезии и заканчивая уже министром строительства. Какие у вас подходы? Чем вы руководствуете с принятием решений? Здравым смыслом, прежде всего. А вот с точки зрения специалиста, скажите, Красноярск в архитектурно-строительном плане, он какой? Вы считаете, удачный? Мне нравится Красноярск. Есть, не скажу, что у нас все прекрасно, и это город-памятник, который нужно поместить на картинку. Да нет, здесь есть над чем работать. Есть откровенные неудачи. Часть живых районов построена без мысли о людях, которые в них будут жить. Когда встретились, говорила о Пашинном, да, я фактически, у меня родители после нескольких лет жизни в общаге, ну и я вместе с ними в общежитии, получили первую квартиру, именно там у меня мама до сих пор там живет. Когда мы в первый построенный дом, ну видно, вон тот низенький, вот рядом с белыми, 9-этажечка, да, это 117-й, за ним 113-й дом. В первый построенный дом мы приехали, фактически микрорайон только создавался, но уже был детский сад, и мы приехали весной, а осенью уже открылась 45-я школа, в которой потом училась и я, и моя жена, и мои дети в ней учились. То есть инфраструктура создавалась комплексно. Если мы обратимся к советскому опыту, ну вот могу показать район Красмаша, район ДК 1 мая. Вот на мой взгляд, когда на тот момент формировалась комплексная живая застройка, понятно, что со своими изъянами, со своими огрехами, но тем не менее люди пешком ходили на работу, а с работы они пешком приходили домой, и у них в их вот этих живых кварталах было все. У них были и детские сады, и школы, и стадионы, клубы, библиотеки для того, чтобы они себя комфортно ощущали. Я думаю, что мы рано или поздно к этому тоже придем. А это реально сделать в Красноярске? Ну, я думаю, что я не покривлю душой, если скажу, что вот та работа, которая была проведена перед универсиадой, в том числе и с точки зрения благоустройства города, и это не только мое мнение, да, Красноярск сильно изменился с точки зрения благоустройства. С 2017 года мы реализуем здесь мероприятие по благоустройству общественных пространств. У нас появилась левобережная набережная, да, у нас в этом году мы заканчиваем уже второй этап правобережной набережной, от предмостной до Белых Рос, да. Я просто помню ту набережную, учитывая, что я выходец из того района, там были буераки, заросшие ивником. И то, что делается там сейчас, это действительно несколько иной уровень комфорта. У нас скверы и парки облагораживаются. Да у нас чище стало на улицах, их убирать стали чище, в конце концов. Поэтому даже люди, которые несколько лет не были в Красноярске, а теперь приезжают в гости, да, говорят, ого, у вас город-то очень сильно изменился. Я тоже, что вы не осознавать, что и ваше. Да, и частица и моего труда в это тоже вложены. У Евтушенко есть стихотворение, там есть такие строки, дай бог не вляпаться во власть. Вы знаете, честно говоря, я себя позиционирую не как чиновник. Я нанятый управленец, только нанятый властью на сегодняшний день. То есть мне поручен определенный фронт работ, который я как управленец реализую. Тем более стройка – это такая вещь, где политика – это не главное. Не прокатит. То есть здесь все-таки больше это такая техническая вещь. Это туда, что называется, это производство. Поэтому мы все просто люди, нанятые государством для исполнения именно каких-то порученных нам участков. А вы какими-то моментами своего положения VIP-персона пользуетесь? Это как? Это как? Хороший ответ. Могу сказать, на работу и с работы я езжу на своей машине. Это вот привычка, которая всю жизнь сохранилась, она до сих пор и сохраняется. А какие еще у нас у VIP-персон, кроме ответственности, какие-то особые положения есть? Не знаю. И я не знаю. Что сейчас происходит в строительной отрасли Красноярского края? И если говорить о ближайшей перспективе на 3-5 лет. Прежде всего, конечно, вся страна нацелена на реализацию национальных проектов. Я напомню, жилье и городская среда из четырех федеральных проектов состоит. Это ипотека, которая реализуется на федеральном уровне, там нет региональной составляющей. Но я думаю, что люди уже ее ощутили. Ипотека под 6,5% не давалась ни разу. А если говорить о загородных территориях, то это 2,7% ипотека. Это переселение из ветхого аварийного жилья. Что в Красноярске, что в остальных наших городах края. Такого жилья просто огромное количество. Могу просто сказать, что предыдущая программа, которую мы реализовывали, там было 232 тысячи квадратных метров аварийки. Сейчас мы реализуем программу, и она рассчитана была изначально до 2025 года, но значительно сужается по срокам. То есть уплотняется. Мы должны закончить ее раньше. Это уже 315 тысяч квадратных метров аварийного жилья. То есть людей нужно переселить. Учитывая, что Сибирь это все-таки промышленный регион, и предприятия строились фактически в короткие сроки. Поэтому людей селили в бараки, которые сейчас, скажем так, с лица Красноярского края нужно убрать. И людей переселить в комфортное жилье. Основной показатель, который стоит сейчас на повестке дня, это увеличение объемов ввода жилья. В прошлом году мы ввели 1 192 тысячи квадратных метров. В этом году мы будем вводить, планируем вводить примерно сопоставимо, несмотря на все вот эти ограничения, которые связаны с коронавирусом. Ну а дальше темпы только растут и растут. И по стране президент поставил задачу, к 2030 году 120 миллионов квадратов нужно вводить. Красноярский край там весомое место занимается своими планами. И причем Красноярский край же Красноярском не ограничивается. Ведь сейчас должно свое второе дыхание получить индивидуальное жилищное строительство. То есть должны быть созданы условия для того, чтобы те люди, которые хотят жить в своих домах, они в них жили. То есть это и земля, это и коммуникации. Это у нас, к сожалению, это значительно отстает темпы по обеспечению инфраструктуры таких земельных участков от того, что мы уже наводовали. Ну, проблема на поверхности, она достаточно широко известна. Обеспечение земельных участков многодетных семей. Инфраструктура у нас запаздывает и запаздывает серьезно. То есть дороги, электричество, вода, подведение к этим участкам для того, чтобы люди могли строиться. Это проблема. Ее надо решать. Обеспечение людей тех, у которых уровень дохода не позволяет самостоятельно решить свою жилищную проблему. Это проблема. Ее надо решать. Ну и строить, естественно, темпы строительства должны увеличиваться на всей территории Красноярского края. Сейчас мы вплотную подошли к проблеме города Норильска, где за последние 30 лет никто ничего вообще не построил. А там дома приходят в негодность. Мы надеемся, что со следующего года мы начнем этим заниматься вплотную. Благоустройство тоже, если взять. В Красноярском тоже Красноярске крайне ограничивается. В этом году мы впервые по решению губернатора занимаемся комплексными проектами благоустройства в сельских поселениях. То есть у нас 11 территорий. Мы там делаем так называемый проект «Центральная улица». Там тротуаров не было на Центральной улице. Люди ходили по дороге. 21 век. 21 век. Ну и Александр Викторович нам всегда говорит о том, что наша цель не привести в порядок, а показать людям, что это может быть так, чтобы люди тоже включились в эту работу. Для того, чтобы скосить бурьяну себя перед забором, выходящим на улицу, здесь помощь власти не нужна никакая. Или забор покрасить, поправить. Поэтому мы-то надеемся на то, что это будет являться стимулом для того, чтобы люди и не только на Центральной улице видели порядок, но и там, где они живут, тоже принимали активное участие в наведении порядка. То есть нужен иной качественный уровень жизни. Для того, чтобы, скажем так, пределы твоей заботы не ограничивались в твоей квартире. У тебя же есть еще подъезд, у тебя есть еще двор, у тебя есть город, улицы, по которым ты ходишь. Это все тоже среда твоего обитания, а не только четыре стены, ограниченные входной двери. Вы неравнодушный человек, Сергей Андреевич. Я вам хочу пожелать спасибо большое за наш разговор, достаточно откровенный, как мне показалось. И я хочу вам пожелать оставаться таким неравнодушным человеком. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok